Олег Фисенко Вы любопытны, деликатны, способны к сочувствию и пониманию, с вами интересно. Но вы теперь лишние. Вам не повезло, ваше время закончилось. К власти рвутся новые люди, дикари. Их совершенно не волнуют ваши знания и чувства. Вы – препятствие в борьбе за место, где много еды и игрушек. Вы – враг. Потому вас надо охмурить, окрутить, одурманить, обмануть, оскорбить, обработать прочими способами, все более физиологичными. Любой способ хорош, чтобы сделать вас безопасным. Ваши слова сильнее, потому надо заткнуть вам рот. Ваши руки более умелы, надо надеть наручники. Ваша гордость и самоуважение крепки, надо вас унижать до степени полного уравнивания с навозом. Думаете, это только в политике происходит? И только в Украине? Это происходит везде. В России и Америке. В Белоруссии и Франции. На Востоке и на Западе. Везде к власти рвется новый тип людей, свободный от культуры, великолепно умеющий лицемерить и врать, жестко нацеленный на выживание любой ценой, звериным инстинктом, ощущающий, что в полях профессионального соперничества им с вами не тягаться. Значит, надо у вас все отобрать. Малейшую возможность вякать в защиту своих прав и свобод, сделать рабами, прислугой, придатком к некой системе власти и самому стать властью. Такое происходит в любой стае, в любом замкнутом сообществе, в тюрьме или армии, в лагерном бараке или полевом стане бандитов. Везде, где есть возможность личным влиянием придавить сразу всех, применяя всего лишь насилие, порождая потный страх, пробуждая самое примитивное чувство выживания. Новые дикари многое умеют. Они умеют то, чему вы никогда не учились – собираться в стаи, чуя своих по запаху, мгновенно принимать решения, немедленно действовать, не теряя времени на совестливое размышление, переступать через любое препятствие, даже если это старик или ребенок под ногами. При этом они умеют прекрасно выглядеть, повторяют слова, сказанные вами от сердечных щедрот, обещают то, что вы ждете, и абсолютно презирают вас со всеми вашими заморочками. «Поздравляю! Вам не повезло. Для вас все меньше места. Как только они приходят к реальной власти, почти все люди понимают, как ловко их надурили. Но поздно. Власть имеет право на насилие, на полицию, суды, тюрьмы, казни. А у вас нет ничего, кроме ваших Бетховенов и Селинджеров. Ах, у вас есть прекрасный сарказм. Мол, все теперь, как предсказывал Оруэлл, и показали в собачьем сердце Булгакова. Продолжайте иронизировать. Им это выгодно. Вам даже дадут грант на очередной иронический перформанс. Пока вы хихикаете на ваших кухнях, они зачищают мир, в котором для вас места нет. У вас есть только право на бунт. На это вам тоже дадут грант. Не эта власть, так и ее конкурент. Чтобы очередная карманная революция кровью отполировала штиблеты грантодателя. Конечно же, надо сопротивляться. Но как? Вы умеете стрелять? Владеете современным оружием? Знаете тактику уличного боя? Есть отличные учебники на эту тему. И хорошие инструкторы, оплаченные любым иностранным государством. Такие учебники – отличная растопка для камина. А инструкторы революции хороши только, как тренажеры для пинков под зад. Потому что у вас нет власти. И никакого понимания нет, насколько вы сейчас безвластны и бессильны. У власти больше оружия. Больше убийц с мертвыми глазами снайперов. Больше презрения к вашим наивным мечтам о революции. Любая власть быстрее вас мыслит своим продолговатым мозгом. Одним на все органы государственного управления и примкнувшим к ним активистов-общественников. Любая власть будет топтать ваше гордое лицо обезличенным сапогом. Едва вы выскочите с вашей ироничной кухни на лживую площадь. Что же делать? Все просто. До отвращения. Вам не повезло. Пришло время смириться. Доживать свои дни на какой-нибудь помойке. Пусть даже комфортной. С библиотекой и излюбленным плейлистом. Только не надо обижаться на детей. Логика цивилизации немыслимо жестокая. Дети выберут тех, кто сильнее. Значит, не вас. Конечно же, можно сопротивляться. Но как? Как устоять, чтобы сохранить и расширить мир, где все еще есть место для литературы и музыки? А значит, есть место для любви и Бога? Я знаю три пути. Но все они почти невозможны. Индивидуальный, групповой, цивилизационный. Индивидуальный самый смешной путь. В одиночку вы не выживете. Попробуйте в казарме или тюрьме не согласиться с распорядком дня. В лучшем случае вас убьют. В худшем оставят жить. Но в таком состоянии, что буквально для всех вы будете вызывающим рвоту примером, как наказывают дураков. Индивидуальный путь возможен. Более того, только такой путь позволяет обрести силы защитить не только себя, но и тех, кто еще ничего не понял. Потому что на этом пути вас ждут бесчисленные вурдалаки и йоги, вампиры психологии, демоны коучинга и чудовища личностного роста. Совершенно добровольно они помогают власти, уводя вас в сторону от пути высшей силы. Хорошие деньги можно заработать только на воспитании хорошо вышкаленных рабов, готовых за свой счет заботиться о своем здоровье. Ради справедливости обязан сказать, что есть отдельные дураки, тренеры и психоаналитики, педагоги и маги, кто совершенно искренне помогают стать сильнее отдельным и людям. Вы не найдете адреса таких дураков. Они всегда очень заняты. Они не рекламируют себя. Они быстро умирают. Потому что помочь слабому можно только одним способом. Отдавая ему свою силу. Все, кто продает себя как мастера развития, предадут вас, приучая только к подчинению чужой воле. Книги про силу, которую вы можете купить, научат только одному отказаться от собственных усилий. Потому вы просто не узнаете ничего для личной защиты и сопротивления, разве что страшным многолетним усилием, продираясь сквозь стальной туман, отгораживающий вас от источников истинной силы. Никто сейчас не заинтересован, чтобы вы что-то узнали о себе. Потому так много курсов познания себя. Есть еще один совсем странный способ, каким выживали шуты и уроды в средние века. Прикидываться идиотом, выставляя сильное, слабым, умное, глупым, красивое, уродливым, вынужден повторить запелевенным, кто не умеет быть клоуном у пидорасов, будет пидорасом у клоунов. Но для этого надо отказаться от излюбленной гордыни. Вы готовы? Групповой путь требует того, чему вас не научили, формировать группы особых людей, распознавать этих людей среди ядовитого болота насмешливых рабов, проявлять тончайшую дипломатию, даже психотерапию, завоевывая интерес и доверие таких людей, обладать невероятной гибкостью и силой ума, создавая монастыри нового типа, невидимые монастыри, за стенами которых возникает среда, где выживает и живет все, что дорого вам, где расцветают дивные сады, пока ваши города, дикари превращают в помойки. Примеров много. Тайное общество и духовные общины, средневековые монастыри, советские квартирники, революционные сети. Это красивый путь, но почти невозможный, везде стукачи. Да еще каждый хочет быть Наполеоном. Любая личная харизма именно сейчас практически мгновенно порождает квартирных богов, уничтожающих любую волю к свободе. Многовековая изощренность технологий слежки и доноса требует полностью отказаться от надежды на тайну. Монастырь Нового Времени должен быть неуловим и невидим, как отряд марсианских партизан. Вы так умеете? Такие монастыри уже есть, и много попыток создавать нечто подобное, почти всегда обреченных на поражение, но изначально искренних. Одна общая черта таких проектов. Вы не поймете, что это, пока вас не пригласят. Но вас заметят и пригласят, когда вы выйдете из уюта своей кухни с пустыми руками. Что остается? Путь цивилизации. Забыть про личные выгоды. Начинать личный поход просвещения. Признать, что новые дикари уже победили, а вы уже проиграли до начала войны. Именно сейчас, когда вы больше не нужны, имеет смысл начинать новую цивилизацию, толковать все, что вы знаете и умеете, быстро убеждаясь, как мало вы знаете и умеете. Снова учиться. Ежеминутно, ежесекундно, пронизывая мир вокруг вас лучистой энергией устремленности в невозможное. При этом заткнуться. Забыть свое имя. Похоронить свой личный бренд. Отказаться от видимых результатов при вашей жизни. Нет ни денег, ни славы на этом пути. Вы больше не человек. Вы — цивилизация. Последний ее представитель. Новым дикарям не нужны ваши Моцарт и Микеланджело. Дикари не будут вам мешать. Они даже будут прикалываться, наблюдая поверх сытого брюха, как вы лепечете или ваяете что-то забавное. Скорее всего, вам быстро надоест. Очень сладко иронизировать на кухнях. Очень больно транслировать свет в холодную пустоту. Но это прекрасно. Все ночные жуки претендуют на звание носителя света. Но маяком становится только тот, кто способен выдерживать долгую бурю. Как только вы начнете, иллюзия личной важности рассеется. Исчезнет желание порицать новых дикарей за их желание урвать побольше и побыстрее. Просто не будет времени на мучительные переживания по поводу чьей-то гнусной борьбы. Зато вокруг вас начнет уплотняться материя цивилизации. И если немного повезет, внуки новых дикарей повторят ваш выбор. Но вы об этом ничего не узнаете. Вам очень повезло. Именно сейчас, когда у вас отбирают возможность жить, появляется возможность узнать, способны ли вы, лично вы, спасти цивилизацию от нового варварства. Или от себя, от своего ироничного бессилия, утверждающего новых дикарей во власти. Может, вы уже начали и полностью не согласны со мной? Научите меня. Мне очень скучно от политического урчания в животах голодных дикарей. Но очень интересно строить какой-нибудь невидимый монастырь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok